Военная академия 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 Восемянные академии А также получили принимает одно из первых мест в России. Есть спортивный комплекс. Сборные команды Академии по различным видам спорта становились чемпионами России, Вооруженных сил, Московского военного округа, области и города Костромы. Учебный центр Академии имеет современную полевую базу. Там проходят полевые учения, стрельбы, полигонная практика. У нас много специальных и военных дисциплин, они достаточно интересные. Многое узнаешь, некоторые даже можно применить и в повседневной жизнедеятельности. Интересно учиться. 12 июня 2007 года в Военной Академии одной из первых вручено боевое знамя и грамота президента Российской Федерации. В мае 2008 года Академию посетили министр обороны Российской Федерации Анатолий Сердюков и президент Российской Федерации Дмитрий Медведев. Здесь все будет тараться на мониторах. Здесь рисуются карты, а в столовку дополнительные решения. Хорошая штука. Благоустроенные с максимальным комфортом казарминные помещения, классы для самоподготовки, комнаты досуга информирования, курсантская столовая, созданные благоприятные условия для учебы и отдыха. Жизнь курсантов богата и разнообразна. В Академии работает военно-исторический центр. В его составе многочисленные творческие студии, хоровая, театральная, танцевальная. Есть военно-духовой оркестр. Здесь же музей и мемориал воинской славы. В Академии существуют свои многолетние традиции. Курсанты постоянно участвуют во всех городских праздниках и торжествах. А по случаю принятия военной присяги и выпуска лейтенантов собирается почти весь город. У меня династия военных. У меня все в семье служили. Я знаю, что армия на данный момент, ее рейтинг возрастает, популярность возрастает. Все больше людей хочет служить в армии. И армия вообще приносит стабильность, уверенность в завтрашнем дне. Здесь дается отличное образование. В качестве кандидатов для зачисления в Академию курсантами рассматриваются граждане Российской Федерации мужского и женского пола, имеющие документ о среднем полном образовании в возрасте от 16 до 22 лет. Граждане, прошедшие военную службу и военнослужащие по призыву контракту до достижениями возраста 24 лет. Вступительные испытания в Академию состоят из оценки уровня общеобразовательной подготовленности по результатам единого государственного экзамена, химия, математика, русский язык. Также абитуриентам необходимо пройти милицинскую комиссию, профессиональный психологический отбор и оценку уровня физической подготовленности. Отдельные категории молодых людей, их перечень определен российским законодательством, могут поступить в Академию вне конкурса. Во время обучения все курсанты получают стипендию дважды в год отпуск. Быть офицером и служить людям – работа для настоящих мужчин. И с какой гордостью они после выполнения сложнейших заданий говорят – «Служу Российской Федерации». Субтитры создавал DimaTorzok